Сделали ревизию по кранам, по задвижкам. Всё правильно. Задвижки не текут. У нас всё, допустим, здесь конкретно обвернули. Вот это всё, как называется, теплоизоляция. Задвижки проверили, теплоизоляцию устроили, систему отопления промыли. Работа нехитрая, но необходимая в преддверии грядущей зимы. У специалистов в графике на проверку 93 теплоузла в школах и детских садах города. Сегодня 95% из них уже готовы. В том числе и система 15-го детского сада. После профилактических работ она выглядит как новая. На сегодняшний день я считаю, что тепловой узел к отопительному сезону 2015 года готов на 100%. Те испытания, которые были проведены и дали негативные какие-то результаты, на сегодняшний день они уже устранены, батареи и трубы поменены. Все работы осуществлены на 100%. Коммунальщики контролируют, чтобы всё было в порядке в системе теплоослабжения. А работники детских садов и школ следят уже за тем, чтобы специалисты выполнили всё качественно. В каждом учреждении есть ответственный, а главное – компетентный сотрудник. Ежегодно наши ответственные лица – это заместители, руководители по хозяйственной деятельности, а в детских садах – это завхозы. Они проходят аттестацию, получают удостоверение соответствующего образца о том, что они имеют допуск в эти тепловые узлы, знают, что там делается, как, и чтобы обслуживающая организация, которая выполняет ремонтные работы, была на контроле. Такой серьёзный подход во время подготовки к зиме дают свои результаты. Именно благодаря качественным летним профилактическим работам вот уже два года в городских школах и садах не случалось перебоев с отоплением. Ольга Туманец, Михаил Величкин, программа «Город».